ну что ж ребята и снова всем привет сегодня наконец-то мы с вами разберемся полировать фары покрывать лаком либо наносить бронепленку также на своем автомобиле я немножко подтонирую фары но обо всем по порядку погнали и первое что вам нужно понять перед тем как делать либо полировку либо бронепленку либо наносить лак для чего вы это делаете либо вы фару хотите защитить от механических воздействий будь то камушки какой-то песок летящий там пескоструй и так далее либо от защиты ультрафиолетовых лучей если не защитить фару от ультрафиолетовых лучей то фара медленно разрушается и выгорает на солнце если фара пластиковая то можно наносить лак если фара пластиковая и можно полировать соответственно и наносить бронепленку но если фара стеклянное стекло то целесообразно только наносить пленку если она уже мутная полировать это достаточно сложный процесс проще ее выбросить либо поменять стекло в моем случае я ее буду подтонировать потому что я немножко пробовал полирнуть и у меня ничего не получилось когда мы подтонируем фары два тона эти максимально сравняется но здесь главное не перестараться остались здесь крупные такие царапины ничего страшного их можно тоже убрать просто мне это не нужно я как-то помню делал одни фары я спускался до 120 наждачки сначала 120 потом 240 потом 320 плюс 100 плюс 100 плюс 100 плюс 100 и в итоге ты приходишь либо к тысячке либо к полторашки либо к 1200 после чего ты либо полируешь либо наносишь лак либо наносишь лак либо наносишь лак либо наносишь лак итак ребят следующий этап это нанесение лака вы часто спрашиваете можно ли использовать лак на фарах я конечно же не рекомендую почему потому что если ты нанес этот лак однажды и потом кто-то захочет сверху перемотать это и нанести еще слой то старый слой может помутнеть он может потрескаться с ним может быть все что угодно потому что она высыхает но никогда не затвердевает имейте ввиду а если вы будете использовать лак с отвердителем то знаете этот лак обладает хорошей прочностью он затвердевает и больше никогда не подрывается никакими растворителями и сверху на него потом еще со временем можно наносить еще хоть сколько угодно слоев лака и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...